Добрый вечер, в эфире «Главный диалог». Сегодня у нас в гостях председатель студенческого правкома Южного Федерального Университета Владимир Гайворонский. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну и хотелось бы поговорить вот о чем сегодня. Не так давно председатель, руководитель российского студенческого союза Артем Хромов озвучил такую идею, что вот неплохо было бы заменить всем привычные стипендии на различные льготы. Вот очень много обсуждений и вопросов это вызвало и в соцсетях, и на различных форумах. Что именно хотел сказать ваш коллега из Москвы и насколько разумно такое предложение? Действительно, около недели назад президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил правительству проработать и выполнить дальнейшее совершенствование стипендиального обеспечения студентов и всех обучающихся в российских вузах. Это уже идет несколько лет, стипендия меняется, стипендия со временем увеличивается. И вот одна из инициатив Всероссийского студенческого союза, с которой мы, кстати, категорически не согласны, и студенчество сейчас не одобряет эту инициативу, Натурализация, то есть обратный процесс монетизации стипендии. Было предложено и высказано вот такое инициативное предложение, как заменить все стипендиальные выплаты на бесплатный проезд в городском транспорте, на бесплатное посещение различных студенческих и молодежных мероприятий, а также право бесплатного проживания студентам в студенческих общежитиях. Главный вопрос современного студенчества, по крайней мере в нашем вузе, он на сегодняшний день остается таковым, что продукты нам тоже будут выдавать бесплатно, где же, собственно говоря, наше питание. Поэтому студенчество на сегодняшний день категорически с этим не согласно и готово отстаивать свое право на стипендию в виде денежной выплаты. Ну, я так понимаю, пока это только предложение, да? Да, пока это всего лишь инициатива. Вот эта инициатива может быть поддержана, может быть не поддержана. На практике что нужно, чтобы подобные инициативы превратились в реальное указание, в законопроект? То есть у студентов, собственно, кто-то спрашивает? Безусловно, нынешнее правительство, оно и президент нашей страны, и даже региональные органы власти, они всегда очень, скажем так, оперативно реагируют на различные студенческие предложения. И, собственно говоря, тот представительный орган обучающихся и общероссийский профсоюз образования, он периодически предлагает в соответствующий комитет Госдумы различные законодательные инициативы, которые в дальнейшем могут стать, если будут поддержаны всей Государственной Думой и пройдут через все нормотворческие процедуры, могут стать законодательным актом. Если немного отвлечься от нашего информационного повода, повода встречи, если вдруг кто не знает, что вообще из себя представляет стипендия, откуда это началось? Ну, в целом, если говорить о стипендиальных выплатах в нашей стране, то стипендия существует и появилась уже относительно давно. Но это XVIII век, время появления Академии наук, первого университета в нашей стране. Стипендия — это было жалование студента, жалование обучающегося. В дальнейшем и вот буквально до недавнего времени, до принятия нового федерального закона, это была некая социальная выплата. В отдельном понимании это даже заработная плата. То на сегодняшний день стипендия — это стимулирующая выплата студенту или аспиранту за успехи в учебной, научной, иногда даже общественной, культурной и спортивной жизни университета. Сейчас как формируется стипендия в Южном федеральном университете? Она формируется так, как и предписывают все законодательные акты на уровне федерации. Безусловно, существует базовая нормативная стипендия, которая была увеличена, кстати, правительством нашей страны в октябре 2013 года. И вот она уже составила 1340 рублей на одного студента. Но на самом деле такую стипендию получает совсем незначительное количество студентов. Если говорить о той вилке варьирования стипендии, то это от минимальной 1340 до 10 тысяч рублей с лишним. И сейчас отдельные категории студентов, ну где-то порядка 10% получают именно вот такую максимальную стипендию в размере 10 тысяч по совокупности своих заслуг и в науке, и в учебной деятельности, за успехи в культуре, спорте, в общественных активностях. Также, опять же, благодаря различным нормативным документам правительства были установлены стипендии для студентов первого-второго курса. Это стипендия для тех студентов, которые успевают на хорошо и отлично. И для того, чтобы, ну вот в качестве стимула, чтобы они не пошли где-то подрабатывать и тем самым не усугубили свое положение в учебной аудитории, так сказать, они получают социальную выплату и стипендию в размере порядка прожиточного минимума. Насколько мне известно, это 6300 рублей около этого. Недавно, кстати, ректор Московского госуниверситета высказался, что в его понимании стипендия должна быть у студента гораздо больше. Но пока еще такой стипендии нет. Стипендия, на его взгляд, на взгляд Садовничева, должна равняться, скажем так, средней зарплате по региону. Даже так. То есть, чтобы студент мог полноценно учиться и выполнять свои учебные обязанности. То есть, вот этой суммы, ее, в общем-то, хватает на такие самые необходимые вещи. То есть, на питание. Стипендия в размере прожиточного минимума, да, ее хватает на самые минимальные, скажем так, потребности студента. Это проезд, оплата общежития и какая-то минимальная корзина питания. Сейчас какой процесс студентов у университета получает эту стипендию? Имеется в виду стипендию в размере прожиточного минимума? Ну да. Я думаю, что где-то порядка 40% студентов, которые имеют право на получение академической стипендии, то есть все стипендиаты, все, кто учатся без строек, они получают стипендию, которая равна, либо превышает прожиточный минимум в регионе. В ближайшее время планируются ли какие-то изменения? Вот в схеме выплат. Да, они планируются, и они планируются уже на уровне правительства, поскольку было поручение президента, и сейчас как раз-таки принимаются активно различные инициативы и снизу, и от студенческой молодежи, и от различных общественных организаций. Почему, собственно говоря, и профсоюз сегодня готов высказать мнение, вот в частности, например, в отношении натурализации стипендиальных выплат. На ваш взгляд, должны ли студенты принимать участие в назначении стипендии? Да, безусловно, на мой взгляд, и, скажем так, это даже официальная позиция общероссийского профсоюза в том, что действительно студенты должны сами принимать решение, кому, в каком размере, когда и с какой периодичностью, за какие заслуги выплачивают стипендию. Вот еще есть такая информация, что, возможно, стипендию будут получать и те, кто по успеваемости не дотягивает, то есть учатся на тройке. Что вы думаете по этому? Я думаю, что это как раз-таки противоречит той норме, которая определила же, что такое стипендия в Российской Федерации, а конкретно это новый федеральный закон образования, который вступил в силу 1 сентября прошлого года. Там как раз-таки стипендия – это стимулирующая выплата. И стимулирование за что? Стимулирование за неуспешную учебную деятельность? Нет. На мой взгляд, стипендию должны получать как раз-таки лучшие или, по крайней мере, средние и лучшие студенты. И у меня последний вопрос. Многим студентам, ну, мы уже говорили, что стипендия – это у большинства, это сумма прожиточного минимума, и многие занимаются подработкой. Ищут другие источники доходов. Вот на что это влияет? Может быть, это учебе как-то мешает, отражается как-то? Ну, в целом, подработка студентов, помимо основной занятости во время учебной деятельности, это, конечно же, на первых, вторых, третьих курсах, можно сказать, негативно. Что касается выпускных курсов, либо если это студент-магистрант, то подработка, но я хочу отметить, что подработка именно, а может быть, даже деятельность по будущей профессии, она весьма необходима, поскольку это и приобретение навыков, это и, может быть, внедрение, уже сразу же внедрение в какой-то производственный цикл тех самых инновационных разработок, которые студент мог достигнуть во время своей научной деятельности в университете. Поэтому, как раз-таки, работа по специальности и деятельность на производстве уже на выпускных курсах, она важна. В начале своей учебной деятельности студенту важно именно овладевать знаниями, пока еще идут именно теоретические курсы. Ну что ж, мне остается только сказать вам спасибо за то, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо за информацию и за интересную беседу. Спасибо вам. А я напоминаю, вы смотрели «Главный диалог». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова